Продолжение следует... Доброго всім вечора і гарного настрою. Завдання економіки – створювати матеріальні умови, без яких нормальне функціонування і розвиток держави, країни і суспільства неможливий. Одні економіки розвиваються ефективною, інші – не дуже ефективно. І сьогодні ми будемо говорити про економіку України і про економіку світу загалом. Сьогодні у нас в гостях Володимир Момо, доктор економічних наук, професор. Володимира, доброго вечора. Доброго вечора. Наприклад, така ситуація. Є родина. Чоловік працює, жінка працює. Якщо у них є голова на плечах, якщо вони розумні, щодо як розуміють, то їх господарство, яке вони мають, буде ефективно розвиватися. Вони там зроблять ремонт у квартирі, будуть добре одягатися, купувати собі добрі різні гаджети і будуть гарно жити. В перекладі з грецької на грецького господарство – це економіка. Ось економіка нашої України. В якому вона знаходиться в стані і чому не такий оптимальний, як би потенційно міг бути, який би хотіли кожній українці мати? Попробуємо все-таки ответити на вопрос о тому, почему ми сейчас знаходимся там, де знаходимся, і действительно поговорити о тех условіях, які должны бути создані для того, щоб действительно трудолюбие, талант превращались в достаток і процветання. Ну, очень многие люди задавались этим вопросом, і большинство разных ученых, общественних деятелей имеють разные мнения. Я же хочу, отвечая на этот вопрос, начиная наш разговор, обратиться к теорії, которая, как мне кажется, очень хорошо объясняет то, что сейчас происходит здесь у нас в нашей стране. Но, что интересно, эта теорія была создана в 1961 году в Соединенных Штатах. Она называется «Теория технологического разрыва». Что это такое? Автор ее, американский экономист, я удивлен, почему он до сих пор не является Нобелевским лауреатом. Зэкономикой. Зэкономикой, да. Зэкономикой дают, да? Да, да. Не совсем это называется премия в честь Нобеля, но, в общем-то, все ее считают Нобелевской премией. Это действительно так, с 1968 года эту премию присуждает за работы в области экономики. Так вот он еще в 1961 году, как мне кажется, сформулировал удивительную догадку насчет того, что современный тогда уже ему мир научился одинаковые вещи делать по-разному, с разной степенью эффективности. Ну вот смотрите, возьмем целую металлургию. Кстати, один из наших основных козырей при выходе на мировой рынок. Ну, за обеспечение экспортной поставки, это металлургия, там, Крылый Рейх, один из начальников. Конечно. Так вот в этой самой отрасли, ну, казалось бы, еще там до Второй мировой войны сложились стандарты, устоявшиеся технологии. Казалось бы, только загружай руду и получай металл, если у тебя руда на месте, если у тебя дешевая электроэнергия, ты будешь выигрывать в международной конкуренции. Однако же, уже начиная с послевоенного времени, разные страны достигли разного уровня технического прогресса. В той же металлургии сегодня есть новые инновационные технологии, есть традиционные технологии. Так вот, о чем дальше говорил Познер. Если ты изобретаешь новую технологию, то ты тем самым, что называется, диктуешь условия остальным. Классический пример в этом смысле я всегда привожу. Филипс, который когда-то в далеких 70-х годах внедрив формат компакт-диска, ну, тогда это был аудиокомпакт. CD. CD, да. Обычный, уже настолько привычный нам. Так вот, первые несколько лет, три года, если я не ошибаюсь, он просил с каждого производителя компакт-диска, ну, тогда были только легальные, 45 центов за использование этого формата. Так сказать, патентных отчислений. Представляете, какая цифра? Да после этого компанию можно было закрывать и ничего не делать, только жить на этих отчислениях. Взагалі-то вважается, что эти CD-диски, они набагато гірше виниловых, как и сейчас. Это, несомненно, так, ну, как аудиофил со стажем, я скажу, что даже современные форматы только начинают, цифровые форматы только начинают приближаться по качеству к винилу. Но люди получили очень серьезное удобство. Этот компакт-диск действительно компактный, им удобно пользоваться, его удобно транспортировать и так далее. И смотрите, вот компания или, может быть, даже целое государство, потому что, развивая мысли, изложенные еще в 60-х годах, другой американский ученый, тоже Майк Только Портер, уже в 80-х годах сформулировал концепцию конкурентное преимущество наций. Так вот, в соответствии с этой концепцией, та нация, ну, то есть страна, которая постоянно внедряет что-то новое, разрабатывает что-то новое, она заставляет всех других эти нововведения подреплять, покупать и, соответственно, платить, тем самым оплачивая расширение этого разрыва. Вот так работает эта самая теория. Ну, смотрите, если, опять же, взять ту же металлургическую отрасль, можно сказать, что за время, за годы независимости фактически только одно предприятие в нашем регионе, да, Интерпайп, существенно обновило свои технологии. Перешла от энергозатратных к новым высокоэффективным. Я ни в коем случае не хочу никого рекламировать, но в данном случае, да, это, пожалуй, ужас в том, что это, пожалуй, единственный пример, когда мы задумываемся об обновлении того, что мы имеем. Давайте посмотрим с этой точки на фармацевтическую отрасль. Что делают наши фармацевтические компании, Фармак, Дарница, прочие. Они как раз живут четко по тому сценарию, который продиктован технологическим разрывом. Проходит там 5, иногда 10 лет, патент на какой-то препарат, на какой-то медикамент устаревает, поступает в свободную продажу за очень небольшие суммы, они покупают и производят этот медикамент. Тем самым, оплачивая исследования и разработки, которые проводят Байеры, Глаз Кавелкам и прочие монстры медицинской промышленности. И так далее, и так далее, и так далее. Но вы знаете, что интересно? Проблемы, связанные с технологическим разрывом, я вот скажу крамольную вещь, начали понимать, о них задумываться еще во времена бывшего СССР. Опять же, хочется задать риторические вопросы, тут же на него ответить. Как вы думаете, уважаемые зрители, где именно был создан первый персональный компьютер? Кстати, за три года до Джобса. В институте кибернетики, который находится в Киеве. И не просто разработана концепция, а сделано это в железе. Ну, конечно, те технологии привели к тому, что этот компьютер был размером с такой солидный стол, был там большой экран, вот эта система охлаждения. Ну, диагональ была действительно большая, и это был персональный компьютер. Эта штука называлась машина для инженерных расчетов. Ну, понятно, что советское время и рынок – это вещи прямо противоположные. Да, тут одна справа срубить, и иншая там что-то продать. Да, но факт остается, что вот примерно в середине, к концу 70-х, если быть до конца точным, в начале 80-х СССР осознала этот разрыв, начали вкладываться деньги. Но опять это была командная административная экономика, и, естественно, эти деньги, эти ресурсы не смогли превратиться в дальнейшее развитие. Ну, металлургия, яка там в Украине активно развивалась, існує зараз, вона дает низкую додану вартість, потому что эти чабуни, залезные блоки, которые потом переробляются, это не голки. Там килограмм голок стоят дорожче, чем просто килограмм стали. Додана вартість, ну, например, в Дніпрі была велика кількість предприятий, которые производили продукцию с доданой вартістью. Я там не говорю про ракеты, але и были там ДМЗ. Чему они зараз не выработают, и чему, зрозуміло, что они есть, есть научные люди, можно сделать, подумать, проработать головой и сделать. Чему они не работают, нет результата? Действительно, я задавался этим вопросом, причем мне еще достаточно давно довелось работать, скажем, с нашими передовыми машиностроительными предприятиями, такие как Запорожское конструкторское бюро «Прогресс». Это как раз то предприятие, часть того предприятия, которое нынче находится в центре скандала «Прогресс Моторсич». Это две части одного фактически предприятия. «Прогресс» разрабатывает конструкции, «Моторсич» разрабатывает технологии, изготавливает эти двигатели. То «Прогресс» – это такой маленький південмаш, який не ракеты вырубляет. Да не такой уж маленький, всего лишь в два с половиной раза меньше, чем «Южмаш» в лучшие его годы. Что здесь интересно? Да, я могу сказать, я занимался изучением этого завода с разных сторон, мои аспиранты тоже занимались. Мы поняли и установили, что это предприятие, в общем-то, в тот момент, когда машиностроение в целом падало в прошлый кризис 2008 года, где-то на чуть ли не 50-40 с лишних процентов. Падение у Богуслаева, ну то есть на Моторсиче, достигло всего лишь 10-11 процентов. Почему? Потому что, да, действительно, они изготавливали высококонкурентную продукцию с высокой этой самой добавленной стоимостью, наукоемкую, что очень важно. Проблема наукоемкая, и вот тут мы подошли к основному вопросу. Мы подошли к вопросу поддержки и взаимодействия, что ли, государства с инновациями. Вы правильно сказали, государство, экономика и государство должны создавать условия для инновационной деятельности. Вот смотрите, что получается. У нас в нашей стране было 5 последовательных программ и даже стратегий инновационного развития. Уже с 91-го року? Начиная, если быть точным, первая была с 93-го. Ну то есть 91-й, 92-й это где-то… Это Горбуллин про них казал. Да, 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 да. Он и Кучма как премьер-министр были еще в то время и были у истоков первой программы. В этих всех программах сформулированы. Я как экономист, как человек, который принимал участие в создании одной из стратегий четвертой и пятой на переходном этапе. Я хочу сказать, что там написаны очень правильные вещи. Ну, например, там написано, что первое, нужно создать так называемую… Это программа 2000… Нет, 90… Самая первая программа, 93-го года. Да. Создать инфраструктуру инновационной деятельности. Что это такое? У нас, с одной стороны, есть человек, у которого есть идея, с другой стороны, есть человек, у которого есть деньги на реализацию идеи. Государство, экономика должны делать все, чтобы они встретились и работали вместе к общему удовлетворению. Тот, у кого есть деньги, эти деньги приумножал. Тот, у кого есть идея… Вы знаете, эти люди достаточно часто в деньгах не заинтересованы. Они заинтересованы в реализации этой идеи, самовыражениях. Но, тем не менее, в Украине есть люди с свободными грошами. Есть свободные деньги. И есть желание зарабатывать деньги. Но основное, когда вкладывается какую-то дельянку взять, что-то переработать, поделить в бюджете, но можно вкладывать деньги в развитие каких-то инноваций и получать. Есть пример в Украине, когда… Так вот, я хочу немножко продолжить и долить, так сказать, дегтя в эту бочку меда насчет программ. Вы знаете, вот есть последовательные несколько программ. Мне неизвестно, хотя я специально и долго пытался найти, какие-то следы обсуждений, внимания, результатов выполнения этих программ. Представляете, программы есть. Ценности в этих программах декларированы вполне правильные, потому что следующая программа, вот как раз это в определенном степени ответ на ваш вопрос, когда государство говорит буквально следующее. Государство говорит всем и инноваторам, и представителям бизнеса примерно так. У меня, у государства денег на поддержку всех инновационных проектов нет, но это и не нужно. Давайте, говорит государство, мы сосредоточимся на самых главных наших конкурентоспособных сферах. Ну тогда и сейчас это все-таки авиадвигатель и строение, это как раз то, чем занимается моторсич, ну ракетостроение то, чем занимается. Ракеты будувания, мы же обмежены с кем-то домовленными договорами, мы не можем там наробить ракеты и продать их Півничной Кореи. Конечно, конечно. Конечно, нет, ну речь же идет не только о боевых. Сегодня космос становится, и Маск тому доказательство с его компанией, программой SpaceX. Сегодня космос становится привлекательной и коммерческой вещью. Спутники связи, будущее освоение как околоземного пространства, так и, страшно сказать, Луны. Да, конечно, сегодня не стоит очередь за ракетами, но это ведь то, что у нас было в позитиве, то, что у нас было в активе. Ну вот получается, что, к сожалению, есть заявление, есть декларации. Когда-то даже выделялись деньги, к чести сказать, правительство Азарова, которое, по-украински говоря, долучалось до разработки очередной, это была уже четвертая программа инновационной деятельности, сказала, и наделило государство Украины правом инвестора. Инвестора во что? В рискованные проекты, которые, инновационные проекты, которые относятся к приоритетам развития нашей страны. Да, какие-то деньги выделялись, но я сильно подозреваю, что это были коррупционные схемы, потому что опять я не нашел никаких следов обсуждения результатов и, следовательно, работы над ошибками. Но почему есть экономические возможности, разные субъекти мают экономические возможности створювать. Например, в 1930-е годы построить палац и реча, он мог позволить себе завод Петровского. В 1970-е годы, сейчас он такого не может. В 1970-е годы, в 1980-е годы, он мог позволить себе Пешдинмаш. Сейчас такого не может. Например, сейчас какой-то большой центр, бизнес-центр, развлаживательный центр, могут предприниматели, которые владеют определенными капиталами, почему-то изменятся эти экономические возможности. Кто-то стает богатым, кто-то стает беднейшим. Почему все не могут одновременно подниматься и развиваться? Почему-то такое перетекание экономических возможностей становится. Ну, дело в том, что насчет того, почему действительно у нас есть олигархи, ну, есть много объяснений, в том числе связанных с коррупционной составляющей, это тоже присутствует, ну, смешно отрицать. Но тут есть действительно еще и экономическая подоплека. Дело в том, что экономическая модель существования тех отраслей, которые у нас являются основными нашими кормильцами на внешнем рынке, да и отчасти на внутреннем, если мы возьмем сельскохозяйство, экономическая модель этих отраслей такова, что предприятия могут быть только большими и очень большими. Только тогда они рентабельны. Вот и олигархи как бы вынуждены становиться этими самыми олигархами. Смотрите, сельское хозяйство достаточно маленький уровень прибыльности, потому что рискованно, потому что почти всегда существуют на кредиты, большие капиталовложения и выживает только сильнейший. Вот я помню цифру, которую мне сказали голландцы в Министерстве сельского хозяйства, это был девятый год. Да, это был результат кризиса, но цифра меня просто потрясла. Ежедневно, они сказали, разоряется 5000 мелких фермерских хозяйств. Но это те, где работает один-два человека. А выживают только монстры и выживают те фермерские хозяйства, которые вовремя вошли в кооператив, в союз, которые присоединились к крупной отрасли. Такие объединяются. Да, вот это пример того, что в сельском хозяйстве, где действительно низкий уровень доходности за счет больших рисков, за счет фьючерсов, за счет необходимости постоянного кредитования, то есть дорогих денег, доходы, в общем-то, небольшие. Чтобы доходы были действительно внушительными, компания должна быть большой. Так же для остальных отраслей. Поэтому у нас есть и олигархи. А что касается того, как должна, как мне кажется, вести себя экономика, экономические условия, для этих олигархов должны быть сделаны условия. Вы понимаете, ну, уже понятно, общим местом сказать, все взять и поделить, ну, это неэффективно. Но нужно сделать условия такими, чтобы люди, накопившие по-настоящему серьезные деньги, были заинтересованы, ну, не в прямом смысле делиться, были заинтересованы вкладывать их в то же рискованное предпринимательство, в те же рискованные предприятия. Чтобы отрыгивать какие-то... Да, чтобы, во-первых, чтобы выигрывать в обоих случаях, в случае любого, фактически, исхода вот такого рискованного проекта. Если рискованный проект не выиграл, в конце концов, где-то говоря о венчурных проектах, о стартапах, хорошей цифрой, хорошим КПД является 5-7%. То есть, каждое 20-е примерно предложение, каждое 20-е бизнес-идея выстреливает. То есть, класс кудресии у рискованного не завжды. Конечно. Но человек, который вложил деньги, если мы говорим о тех же Соединенных Штатах, о других странах, он ведь выигрывает, даже если проект проиграл. Почему? Потому что на эти вложения он ушел, он освободился от налогов, причем сделал это совершенно законно. Фактически он их заплатил, но он их заплатил напрямую. И он их... Мы говорим об условиях. Он их заплатил в той форме, которая в наибольшей степени помогает экономике развиваться. И усиливает тот самый и технологический разрыв, и конкурентное преимущество наций. Потому что там всегда, вот в тех же Соединенных Штатах, откуда и пошли стартапы, откуда и пошли бизнес-ангели. Все так и сделано, что даже пусть будет 5% эффективности инновационной деятельности. Можно вкладать, вкладать. И, например, Lehman Brothers 2008 год, ну, велика компания, которая инвестировала деньги, мала великие там возможности, но она сбанкротировала. И мы мали там, ну, не через это, но это было связано с святой кризой. То есть всегда вкладать уже... Но я вам скажу, что проблема, которая существовала в седьмом, восьмом, на самом деле, вот даже готовясь к сегодняшней встрече, я не нашел имени человека, зная, что это был безработный, знаю обстоятельства, фактически, с которых начался. Это была последняя песчинка, с которой экономический кризис начался. Это был безработный, которому дали крупный кредит на строительство и приобретение, вернее, в данном случае, жилья. Он его не отдал мелкому кредитному союзу, тот среднему, крупному и так далее, до как раз Lehman Brothers. Это как раз финансовая компания, которая была связана с недвижимостью. Ну, ведь тогда считали люди, вот после... Смотрите, произошло некое шарахание. Кризис 2000 года, ну, там, 99-го, 2000-го, это кризис так называемой новой экономики. То есть, фактически, произошло следующее, что компьютерная, телекоммуникационная отрасль замедлились, то есть, перестали развиваться на тысячу процентов в год. Компьютерные, на тысячу процентов в год. Да, ну, по крайней мере, их рост перестал быть взрывообразным. Чуть-чуть замедлился, инвесторы начали отказываться от этих проектов, потому что они перестали приносить бастословные деньги, да. И вот шарахание. Тогда подумали люди, давайте вкладывать в недвижимость. Самым богатым человеком мира на 6-7 год был крупный не Билл Гейтс с Безосом, ну, Безоса, по-моему, тогда в десятке не было даже, а самый крупный домовладелец Токио, потому что его недвижимость стоила безумно, это Токио. Но это как раз были деньги, которые вкладывались, и кризис во многом и связан с тем, что деньги вкладывались в недвижимость, недвижимости стало значительно больше, чем это нужно, чем экономика могла переварить. Вместе с тем цены на недвижимость продолжали оставаться высокими, вот этот пузырь так и лопнул. Я бы не стал и не могу называть Лемон Бразерс компанией, да, завязанной. В кинематографии их показывают, что Лемон Бразерс упал в новинах, это как, ну, приклад, что... Да, да, это крупнейший, действительно, крупнейший банк, банковская структура, даже так назовем. И да, действительно, системообразующий, и действительно он привел к, окончательно привел к экономическому кризису. Ну, я еще раз говорю, что попытка перенести деньги, ведь всегда кризисы повторяются, каждые 11 лет происходит кризис. Люди всегда, наученные тем опытом, которые приобрели на прежних кризисах, пытаются что? Спасти деньги. То же самое сделать, как и... Да, чем крупнее владелец денег, тем в большей степени он может этот кризис, как это сказать, расшатать, спровоцировать. Вот как, примерно, Лемон Бразерс. Но, говоря сегодня о действительной инновации, говоря о причинах отставания, мне кажется, и почему я заговорил об инновациях сегодня, когда многие считают, что экономический кризис 19-го года, я не оговорился, он уже не просто на пороге, он уже идет, в виде торговых войн, в виде попыток государств ограничивать. Или она завжди давала поштовх для рассудка. Да, но дело в том, что смотрите, какая вещь получается. Производители продуктов находятся в одних странах, потребители в других. Когда мы начинаем строить барьер на пути движения этих товаров, мы вполне можем попасть в кризис. Многие экономисты считают, что торговые войны – это уже часть идущего кризиса. Так вот, я хочу сказать, что, как мне кажется, ну, мне это казалось и в 2008 году, что единственный путь сохранить ресурсы – это все-таки связывать их с наукоемкими технологиями, со знаниями и умениями. И опять же, государство, если мы говорим о дальновидном государстве, должно создавать условия для того, чтобы вкладывать туда деньги. было не только рискованно, да, но и весьма желательно для тех, у кого этих денег действительно много. Ну, в Украине такая возможность потенциально иснует. Ну, вот, к сожалению, если мы на бумаге, на уровне заявлений, деклараций, да, вещи правильные, вещи разумные, касающиеся инновационного развития нашей экономики, говорились, но очень важно и очень интересно, чтобы они переросли из разговоров, окрашенных политически, как мне кажется. То есть, раньше, когда там не словом, а делом. Да, 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 в реальные дела. Хотя бы давайте проанализируем те результаты, которые есть в конечном счете. У нас есть так называемые разработчики, девелоперы, да, разработчики программного обеспечения. Это именно наша компания, находящаяся в Днепропетровске, чтобы не быть заподознанным в косвенной рекламе, не назову ее название, но она действительно разрабатывала мультимедийные приложения для BMW. Опыт, умения, знания у нас есть. Давайте посмотрим, что у нас сейчас. Кстати, эти отрасли, не только данная компания. Вот позавчера мне сказал один из моих друзей, который тоже руководит компанией по разработке программного обеспечения, он сказал, что сегодняшнее высшее образование уже не способно удовлетворить реальные запросы. Это отрасль, которая определяет будущее нашей страны. Есть стартапы, наши стартапы, которые действительно популярны. Среди них, конечно, нет единорогов, то есть компаний с оборотом в миллиард долларов, но есть весьма успешные стартапы. Я думаю, что просто аудит, мониторинг того, что есть и все-таки разворот интереса в этом направлении, это наш выход. Этот технологический разрыв можно закрывать только таким способом. Ну да, практика показывает, что история показывала, что и Немеччина выходила, ФРМ после Другой святой войны, в 70-е годы она была очень успешной развивающейся экономикой. Хотя, например, Великобритания, которая вышла победителем, из Другой святой войны, в 70-х годах почувала себе поганенько, в порядке сфере, в Японии себе добре почувала. Там Леонід Кучма був тут у Вересі, он порівняв, я ездил там у 60-70-х годов до Китая, и это была занедбанная старая страна. Ну, не старая, а не розумевая технологичная страна. Old-fashioned, да, старая, заветная. Да, мы их учили всему, и зараз мені ему было соромно дивиться, как выглядит Китай, как выглядит Певденмаш. Тем не менее, возможности есть, не все втрачено, и нужно не лениться, а брать и делать. Можливости развивать экономику, создавать умови для подальшого у нас есть. Я надеюсь, что этим будут пользоваться, и все будут делать. Вам великое спасибо. Сьогодні в гостях у нас був Володимир Момот, доктор экономических наук, професор. На все добре, до побачення. Продолжение следует...